Сегодня в ролике, почему Тор-браузер небезопасен? Кто стоит за созданием браузера с запрещенкой? Почему Даркнет в принципе не является анонимным местом? Реально ли обнаружить ваше местоположение через Тор? Неужели любой из вас прямо сейчас может заняться перехватом трафика в Даркнете без специальных знаний? Каким образом ловят киберпреступников в Даркнете? Кто является актуальным хозяином якобы самого безопасного браузера планеты? Разберемся в особенностях деанонимизации в Даркнете, узнаем, как ловят киберпреступников, хакеров и прочих обитателей темной сети, пообщаемся со специалистом по кибербезопасности, а также поймем, можно ли посещать Даркнет, не ставя себя в опасное положение. Можете называть это разоблачением Даркнета. Приятного просмотра! Даркнет. Место, где орудуют все различные преступники. Барыги, хакеры, химики, продавцы оружия и прочие не самые законопослушные граждане. Общепринятыми самым популярным в мире браузером, позволяющим попасть в темный интернет, является Тор. Почему им пользуются все преступники, заботящиеся о своей безопасности? Что ж, все привыкли считать данный браузер иконой анонимности за счет особенностей его функционала, однако сегодня мы развеем этот миф. Начнем с весьма логичного вопроса. Если Тор настолько безопасен, то каким образом преступников, сидящих в Даркнете, вообще находят? То, что их находят, неопровержимый факт. В Клирнете можно найти сотни статей на тему того, как человека, активно пользующегося Тор, для осуществления не самой законной деятельности вычисляют и сажают за решетку. На уловки правоохранителей попадаются не только обычные преступники, вроде торговцев запрещенка или продавцов но и хакеры, и даже держатели серверов Тор. Учитывая сверхбезопасный имидж Тора, данные статьи начинают порождать сомнения. Как же дианонят преступников в якобы самом безопасном браузере? Для начала давайте пройдемся по самым заметным методологиям разоблачения преступников, промышляющих своими делишками через Тор. Первая из них именуется фингерпринтинг, что в переводе отсылает к вычислению преступников по отпечаткам пальцев. Как известно, данный след является уникальным почти у каждого человека, но что насчет сетевого пространства? Каждый пользователь интернет имеет свой собственный уникальный IP, однако система Тор позволяет так или иначе защищать данную информацию на просторах Даркнета. Суть в том, что Тор пропускает ваш трафик через три промежуточных узла перед тем, как вы попадаете в сетевой пункт назначения. Простыми словами, используя Тор, ваш IP подключается к еще трем серверам поочередно, а весь трафик шифруется при переходе с сервера на сервер. Именно за счет данной особенности сеть Тор получила название «Луковичная», так как подключение идет с помощью наслаивания шифрований. Однако если ваш IP защищен, то какой еще уникальный след вы можете оставить в сети Даркнет? Сторонних данных более чем достаточно. Сайты как в обычной сети, так и в Даркнете могут посылать запросы на ваш компьютер и вычислять количество ядер на вашем устройстве, номерную версию браузера, частоту обновления и даже модель процессора, установленного на ПК. Является ли это полным дианоном? С натяжкой. Можно ли использовать эти данные, чтобы из выборки в тысячу пользователей вычислить именно вас? Более чем. Для точной оценки и детализации данного метода вычисления пользователей Даркнета мы пообщались с начальником отдела аудита компании T-Hunter, занимающейся вопросами кибербезопасности Владимиром Макаровым. Не помню, есть ли эта функция в браузере Tor, предупреждает ли он об этом при первом запуске, очень давно браузер не переустанавливал. Он предупреждает как раз-таки, чтобы вы не переходили в полноэкранный режим браузера, ну вот именно не разворачивая его на полный экран, потому что тогда, собственно, веб-сайты могут получить данные о том, какое у вас разрешение экрана на компьютере, на мониторе, на ноутбуке. Значит, фернир-принты собираются именно непосредственно веб-сайтом. С точки зрения вычисления это делается либо отдельный сайт, на который загоняется зло-мышленник, либо это получение вот этих вот мета-данных устройства с сайтов, которые взаимодействуют с органами правопорядка. И получая вот такой пул информации, можно с определенной долей вероятности потом ее сопоставить, например, с информацией от провайдера по какому-либо региону. И тоже здесь работает тот же принцип, то есть чем больше вот таких вот мета-данных там о браузере, об интернет-соединении, о какой-то активности пользователя, будет возможность собрать там куки-файлы, которые используются, то, соответственно, также с определенной долей вероятности можно сказать, что вот этот пользователь Darknet — это на самом деле вот этот вот, значит, пользователь у провайдера вот такой-то. Итак, Тор не только не скрывает данные о вашем устройстве, но и может вовсе рассекретить ваш IP, так как при запросе к провайдеру, обеспечивающему подключение к интернету, спецслужбы могут вычленить из распечатки трафика особенные запросы, связанные с подключением к луковичной сети. Ну и от реальных уязвимостей Тор давайте перейдем к другому методу вычисления Darknet-воинов с помощью их собственных ошибок. Так как Тор обладает таким мощным имиджем самого безопасного браузера, многие преступники забывают о том, что стандартные методы развода, взлома и распространения вредоносов не просто актуальны в Darknet, а множатся в несколько раз в плане опасности. К примеру, покупая себе особое ПО или некий мануал на просторах Darknet-а, вы можете с легкостью наткнуться на подкинутый в него вирус или трекер, так что разоблачить вашу личность для киберпреступников или правоохранителей не составит труда. Первые и вовсе смогут начать шантажировать вас тем же Дианоном. Все еще хотите заниматься черным заработком или качать архивы, содержащие материалы для взрослых с участием несовершеннолетних. Судя по словам специалиста по кибербезопасности, при вычислении личности преступников правоохранители чаще всего прибегают к зацепкам, которые преступники самовольно оставляют на просторах Darknet-а. И даже на форумах, где там ведется какая-то нелегальная деятельность, там тоже находятся люди. Такие же люди, как вот и мы с вами. И они могут, вот как кому-то было бы там удивительно, может быть, но люди там не общаются сугубо как роботы. Там есть там товар, да, есть, вот окей, оплатил, все. То есть там люди, которые долго находятся в таких тематических комьюнити, они и поздравляют друг друга с днем рождения, и делятся каким-то информацией о там своем интерьере квартиры или еще о чем-то, о каких-то последних покупках. Вот. Вся эта информация с точки зрения анализа, она важна, потому что я не помню сейчас, к сожалению, как это называется. По-моему, это я когда-то читал, это называлось теорией информации, сейчас это может быть называться как-то по-другому. В общем, если у нас есть ряд каких-то объектов, она звучит примерно так, что если у нас есть ряд каких-то объектов, которые нам нужно, значит, определить, кем этот объект является, то есть человек, например, и чтобы произвести деанонимизацию человека, вот таких вот не связанных, на первый взгляд, факторов, их на самом деле нужно не очень много, чтобы потом, имея ряд подозреваемых, с определенной долей вероятности точно сказать, что вот этот вот подозреваемый — это вот этот вот человек, который пишет это в Даркнете. И очевидный вывод. Кроме уже рассмотренных нами лазеек, с помощью которых злоумышленники или правоохранители могут вычислить вашу личность, вам и самим не помешало бы быть чуть аккуратнее при использовании Тора. Даркнет всё-таки. Хотя, признаемся честно, оставаться в полной безопасности Тор вам не позволит даже в случае, если вы буквально стерильны в отношении сетевой гигиены. И главной причиной такой небезопасности является как раз-таки та самая сверхбезопасная луковичная система Тора. Но перед тем, как разобрать проблемы самого безопасного и анонимного, хотели бы рассказать вам о действительно полезном браузере для работы в интернете. Естественно, абсолютно легальной, а главное, прибыльной. Октобраузер — это универсальный, быстрый и технологичный антидетект-браузер для командной работы и решения маркетинговых и бизнес-задач. Данный инструмент выделяется обширным функционалом и высокой скоростью работы, но в то же время потребляет мало ресурсов и постоянно улучшается в соответствии с запросами клиентов. Октобраузер построен на базе Chromium последней версии и имеет ряд опций, выгодно выделяющих его среди продуктов аналогов. Имитация ручного ввода, подмена видео, куки-робот и другие полезные фичи для арбитражников, представителей NFT и крипто-комьюнити, а также бонус-хантеров, которых мы часто упоминаем в наших роликах. При создании профилей используются отпечатки реальных устройств, а управление параметрами профилей, в отличие от большинства антидетектов, происходит в ядре браузера, что обеспечивает бескомпромиссную защиту от идентификации и пересечения аккаунтов. Пользователи Октобраузера отмечают удобный интерфейс, гибкие настройки для работы в команде и возможность использовать софт на неограниченном количестве устройств, независимо от тарифа. Еще одно преимущество перед аналогами — Октобраузер без ошибок и алертов проходит большой ряд тестов, таких как PixelScan, Crypt.js и BrowserLix. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на телеграм-канал Октобраузер, чтобы следить за новостями и фичами этого крутого продукта. Успехов! Как мы уже говорили, подключаясь к Тору, вы проводите свой трафик через три сервера или нода — входной, промежуточный и выходной. Именно таким образом Тор якобы позволяет людям оставаться в безопасности, но более интересной особенностью является то, что вы можете с легкостью сделать свой IP одним из данных серверов. Да, Тор позволяет вам поставить ваш сервер в данную цепочку, а именно сделать его промежуточной или выходной нодой. И если в промежуточной зашифрованная информация нас интересует мало, то вот выходная нода позволяет нам заняться небольшой слежкой. Да почти любой желающий способен не просто поднять свою ноду в виде выходной, но и контролировать весь трафик, проходящий через нее. Конечно, с одной стороны можно подумать, что весь этот трафик вам вовсе не сдался, ведь вы не знаете, откуда он идет на самом деле. Но ситуация начинает быть куда более интересной в момент, когда вы начинаете перехватывать и просматривать всю проходящую через ноду информацию. Обладание подобным контролем может позволить владельцу выходной ноды спровоцировать отправку залетным посетителям Даркнета своей персональной информации или информации о посещенных ресурсах. К тому же, имея такой доступ, вы можете перехватывать пакеты данных или даже получать доступ к тем самым фингерпринтам, о которых мы говорили чуть ранее. Да, большая часть данных будет в зашифрованном виде, однако это не мешает использовать ваш трафик для перенаправления или заражения малварями. Ну а если вы думаете, что данная опция является чем-то из области фантастики, то мы спешим вас огорчить. Не мы первые подумали о данной лазейке в луковичной сети. К примеру, с 2017 по самый конец 2021 года в сети Тор находилось более 900 вредоносных серверов, которые добавлялись в неё без какой-либо модерации и лишь для поддержания активности сети Даркнет. Почему это опасно? Как минимум, с помощью данной особенности, группировки киберпреступников модифицировали трафик узлов и атаковали пользователей, посещающих сайты, связанные с криптой. Как максимум, куча ещё более интересных, но не вскрытых правоохранителями применений, вплоть до участия ни о чём неподозревающих юзеров в DDoS-атаках. Согласитесь, даже эта весьма открытая для обычного юзера информация способна поставить под вопрос безопасность и анонимность луковичного браузера. Однако мы ещё не добрались до всех скелетов в шкафу Тора. В далёком 2013 году ФБР закрыли даркнетовский маркетплейс Silk Road, посвящённый продаже всей возможной запрещёнки, а также посадили за решётку её основателей, главного администратора Уильяма Росса. Ролик о нём, кстати, выходил на нашем канале, появился в подсказках. Именно в тот момент общественность начала ставить под вопрос независимость луковичного браузера, так как в деталях ареста администратора протогидры есть много сомнительных деталей. Хотя бы факт того, что даркнет-магнат с оборотом в 500 миллионов долларов не обладал базовыми знаниями кибергигиены и всюду регистрировался с одной и той же почты, оставляя свои персональные данные. Тогда множество киберпреступников и независимых журналистов, активно использующих Тор, начали подозревать неладное и создавать различные гипотезы по поводу того, как Тор может быть связан с работой американских спецслужб. Будем честны, основанию конспирологов предостаточно. По информации в открытых СМИ, Тор-браузер неоднократно получал финансирование от правительства Соединённых Штатов, а в 2015-м и вовсе открыто получил 85% своего бюджета именно от американских государственных структур. При всём этом исполнительный директор Тор-проджект Изабелла Багуэрос публично признавалась, что одной из её основных задач является снижение зависимости Тора от бюджета Соединённых Штатов. Признаемся, звучит такое заявление не очень для сверхбезопасного браузера с целевой аудиторией киберпреступников, но от более общих теорий заговора давайте перейдём к реально применимым на практике. Как мы убедились, пару минут назад свободный доступ к подключению своего сервера к нодам Тора может вызвать некоторые проблемы у постояльцев луковичной сети. А теперь давайте представим, что некая обеспеченная организация вроде Пентагона или ФБР решила выкупить огромные вычислительные мощности для того, чтобы контролировать деятельность Darknet-пользователей. Реалистично ли выглядит такая ситуация? По крайней мере, статьи на тематических ресурсах на такие, скажем так, мозговые штурмы, такие они были. Такая возможность, она предполагалась, что, значит, ЦРУ вот настолько Тор поперёк горла, что они могут начать просто выкупать объёмы вот этих вот нод в, ну, назовём это узлов, да, в сети Тор, входных, выходных, промежуточных, и просто пытаться снимать шифрование с трафика для себя, когда им это нужно. Вот. Звучит утопично, но не нереализуемо. Скажу так. Как вы видите, даже специалист по кибербезопасности подтверждает, что данная теория имеет смысл. Реализована ли она на самом деле? Вопрос на ваши обсуждения в комментариях. И после того, как мы прошлись по всем уязвимостям, давайте попробуем сформулировать выводы и ответить на главные вопросы данного материала. Понарастающий. Легко ли отследить вашу личность в Даркнете? Если вы осторожны и не оставляете следов в виде личных данных, предварительно используемых публичных почт, не делитесь деталями своей жизни, то вы находитесь в какой-никакой безопасности. Однако в случае, если вы попадаете в число подозреваемых, то спецслужбы или киберпреступники вполне возможно смогут определить личность по фингерпринту от вашего устройства. Можно ли заразиться вирусами через Тор или вовсе стать участником кибератаки, не зная об этом? С легкостью. Система Тор хоть и позволяет вам скрывать ваш IP и сильно снижает вероятность вашего обнаружения, но также развязывает руки хакерам и прочим умельцам, так что посещать Даркнет стоит с большой осторожностью. Можно ли считать Тор безопасным браузером? Определенно нет, однако говорить о его полной непрофпригодности пока рановато. Да, в интернете витает огромное количество слухов и теорий заговора о зависимости луковичного браузера от спецслужбы и денег американских налогоплательщиков, однако если вы не являетесь Пабло Эскобаром от мира Даркнета, то можете расслабиться. Скорее всего, никому до вас нет дела, а хорошо это или плохо, решайте сами. Мы в любом случае будем продолжать заботиться о вашей безопасности, так что переходите в наш телеграм-канал и следите за новостями, там будут все дополнительные материалы к этому ролику, в том числе несколько статей, раскрывающих более жесткие теории заговора, связанные с Тором. Интерактив для вас в комментариях, ждем личного мнения по следующим вопросам. Является ли Тор проектом правительства США? Может вы слышали какие-то интересные истории о Дианоне в Даркнете от своих друзей? Или вы и вовсе были свидетелем данных обстоятельств? Обязательно поделитесь своей историей, читаем все комментарии, отмечаем самое аргументированное лайком канала. Плюс, таким образом, вместе с лайком, подпиской и репостом вы поддерживаете наш проект и продвигаете полезный контент в массы. Больше о кибербезопасности и новостях из мира интернета в нашем телеграм-канале. Рекомендуем обратить внимание на закрепленный пост, теперь принять участие в создании контента на этом ютуб-канале может каждый из вас, естественно за денежный бонус. Берегите свои данные в сети и не верьте даже тому, что вроде как устоялось в сознании общества. Собственно, сегодня мы развеяли один миф, коих множество. С вами был проект НН, не прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok